Так называемое кибермошенничество сегодня один из самых распространенных и изощренных способов обмана граждан. Он связан с интернетом и мобильными устройствами. Чаще всех на удочку аферистов попадают слишком эмоциональные и доверчивые бабушки и дедушки. Им позвонили, сообщили какую-то тревожную новость о том, что у них что-то случилось с их детьми. Могут позвонить, сказать, что сын попал в аварию, ему срочно требуются денежные средства, вот прям всю секунду нужно перевезти. Они все бросают, бегут и переводят денежные средства мошенникам. Звонят, представляются сотрудниками банков, социальных служб. Вы открепились от поликлиники, нужно прикрепиться, нужно пройти по ссылке, сейчас мы вам скинем ссылочку, вы пройдете и у вас все будет хорошо. Пенсионер там проходит по этой ссылочке и у него списываются денежные средства. Сотрудники полиции неустанно просят пожилых граждан быть более бдительными и всю поступающую информацию обязательно проверять. Что же нужно сделать, если телефонный звонок или сообщения кажутся сомнительными? Перекратите разговор, сбросьте входящий вызов и перезвоните сами. Убедитесь в том, что это действительно был сотрудник банка, либо позвоните в дежурную часть, узнаете, действительно ли вам звонил сотрудник полиции, по какой причине. Потому что бывает сейчас у них настолько развиты вот эти технологии и программы, что они подменивают телефоны. То есть вам звонит действительно телефон сотрудника банка, ну то есть банка, да, а на связи на второй линии это мошенник. Будьте особенно внимательны в дни проведения всероссийской переписи населения, говорят полицейские. Переписчик должен быть в фирменном жилете с символикой переписи, иметь при себе удостоверение личности и специальный планшет. Никаких личных паспортных данных у вас не попросят, тем более денежных средств. Во всех сомнительных ситуациях нужно позвонить на переписной участок или в полицию.